Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Сми на канале Питер Видео. Я хочу поговорить с вами и поделиться своими впечатлениями, своими соображениями о тех значимых событиях, которые произошли совсем недавно. В это воскресенье, 25 февраля, произошло закрытие Олимпийских игр, на которых наша команда, наша страна принимала участие. Но, к сожалению, в связи с теми событиями, которые были накануне, вот в той кампании, которая активно велась против нашей страны, обвинение в допинге, затем ограничение полномочий Олимпийского комитета и, как следствие, выступление нашей команды без гимна, под нейтральным флагом, очень строгий отсев спортсменов, затем судебная тяжба, оправдание наших спортсменов и затем недопуск их к соревнованиям. Это всё вот очень было всё напряжённо, очень тяжело, переживалось с болельщиками, переживалось с спортсменами. Но, тем не менее, я считаю, что результаты Олимпийских игр хорошие, хорошие, они удовлетворительные, потому что в тех условиях, которые сложились, наши спортсмены проявили себя просто великолепно. Они показали всё, что они могут. Все они практически, ну, за исключением двух спортсменов, показали отрицательные допинг-тесты. Все завоевали медали, золотые медали, серебряные медали, бронзовые медали. Проявили себя замечательно. И очень приятно, что среди них много молодых ребят. Вы посмотрите, фигуристки. 15-летняя Алина Загитова, 17-летняя Евгения Медведева, 21-летний Спецов и Александр Большунов-Лыжники. То есть все очень молодые ребята, и их будущее, конечно, впереди. Конечно, фигуристы, наша замечательная пара, это Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Совсем молодые, юные. Они остановились, можно сказать, в шаге от пьедестала, заняли четвёртое место. Но, тем не менее, наши фигуристы прекрасно выступили в командном турнире. Все они оказались в таких новых условиях. Никогда до этого они не выступали на Олимпиаде. Это было их первое выступление на Олимпиаде. Тот прессинг, который оказывал на них давление, конечно, тоже сыграл, думаю, решающее значение. Но, тем не менее, они показали всё мастерство, всю красоту их, их прекрасную работу. Конечно, лыжники. Лыжники завоевали, можно сказать, больше всех медалей на Олимпиаде. И это, конечно, благодаря их труду, труду их тренеров и руководителю лыжной сборной Елены Вяльби. Елена Вяльби – это знаменитая чемпионка нашего Советского Союза, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная олимпийская чемпионка. И несмотря на то, что ей не разрешили присутствовать официально на тренировках и быть среди спортсменов, тем не менее она всё равно была на трибунах, встречалась с спортсменами. Затем она их поддерживала, давала какие-то наставления, указания. И вы знаете, даже ребят назвали «Дети Вяльби». Привезли команду детского сада. Действительно, ребята очень молодые, юные и, самое главное, перспективные, амбициозные, которые хотят завоевать самые высшие награды. И это очень похвально. И, конечно, здесь нельзя не сказать про Дениса Спецова, Александра Большунова, Алексея Ларькова, про молодых девушек, которые тоже принесли в эстафете бронзовую медаль Юлия Белогурова. Затем, конечно, победа наших скелетониста Никиты Трегубова, шорст-трекиста Семёна Елистратова. Затем надо обязательно сказать про наших фигуристок-девочек, совсем юных. Это Алина Загитова, 15 лет, и Евгения Медведева, 17 лет. Были установлены ими два мировых рекорда в короткой программе и в произвольной программе. То есть это, можно сказать, ведущие фигуристки всего мира, и никто рядом с ними, в общем-то, и не стоит по технике и по красоте программ. И, конечно, мы ими гордимся. Конечно, этих нельзя не сказать несколько слов о замечательном тренере Тутберидзе Этери Тутберидзе, который тренирует обеих девочек. И, конечно, хотелось бы сказать про успехи нашей сборной, хоккейной сборной. 26 лет мы не выигрывали золото Олимпиады. И вот этот замечательный день наступил в тяжелой конкурентной борьбе. Наша команда выиграла, можно сказать, на последних секундах. Конечно, правильно говорят о том, что это был валидольный матч. Мы все переживали, мы все нервничали, нам не хватало сил уже болеть. Когда же наступит долгожданное завершение этого матча, причем результативное и в нашу пользу. Но, тем не менее, у нас были достойные, сильные противники, надо отметить. Немецкая сборная, они молодцы, достойно тоже очень выступали. И, тем более, победа наших ребят ценна, когда ты имеешь достойных противников. И наши, несмотря на все запреты, пропели гимн нашей страны под эмоциями, под вот этой долгожданной, выстраданной победой. И, конечно, нельзя не отметить заслугу тренера Олега Знарка. Также проявили себя молодые, совсем ребята, юные ребята. Это Кирилл Капризов, затем Гусев, Войнов, Ковальчук, Дацук. Конечно, нельзя не отметить нашего богатыря-вратаря Василия Кошечкина, который просто, так сказать, затмил всех. И, конечно, наших спортсменов активно чествовали. Активно чествовали и болельщики, когда прилетел самолет, и на приеме и награждением нашим президентом в Кремле. И вот я просто всем рекомендую посмотреть вот это награждение Путиным победителем Олимпийских игр в Печенхачхане. Есть такие более новостные, более короткие видео, но вот это наибольное, полное. Всем рекомендую посмотреть, просто полюбоваться нашими молодыми ребятами, нашими звездочками, нашими надеждами, потому что они этого очень заслуживают. И слова, которые они говорили, в частности, говорил и Илья Ковальчук, и Павел Дацук, и Юлия Белогорова, и Никита Трегубов, и Семен Елистратов, и Евгения Медведева. Те слова, которые они сказали, это были слова благодарности, что им дали возможность выступить, дали поверить в себя. И они показали все свои лучшие качества русского характера, который даже в самые тяжелые моменты истории, моменты жизни всегда проявляется с лучшей стороны. И это говорит о том, что вот наша молодежь, наши юные спортсмены поведут за собой, и будут на их примере, будут и другие ребята, юноши и девушки подтягиваться. Потому что я вот, например, вижу, что очень много молодежи, очень много мальчиков и девочек берут пример с таких вот героев. Идут в хоккей, идут в фигурное катание, идут в лыжный спорт. Очень много вижу этому примеру. И, знаете, очень приятно, когда из поколения в поколение вот передается слава нашего отечественного спорта. И сегодня я хочу еще коснуться темы, которая тоже была затронута на прошлой неделе, высказывание известного актера Алексея Серебрякова. Он давал интервью и рассказывал о национальной идее. Я не смотрела, сразу же скажу, это интервью полностью, но, в общем, оно достаточно активно дискутировалось в прессе и высказывалось мнение на его точку зрения разными людьми, авторитетными. Так вот, Алексей Серебряков сказал, что такая цитата, что русский народ характеризует сила, наглость и хамство. И многие по-разному отреагировали. Но, в общем, мнение общества слилось в одну такую мысль, что люди не согласны с такой точкой зрения. Я тоже присоединяюсь к этой точке зрения. Я тоже не согласна с мнением актера Алексея Серебрякова. Но сила, да, я согласна, что русский народ действительно сильный. Сильный и физически, сильный духовно. И на долю русского народа действительно приходилось большое количество испытаний. История этому подтверждения. Но при всей своей силе наши люди всегда были очень великодушные, добрые. Могли пожертвовать своей жизнью. Могли поддержать других людей. У них есть чувство сопереживания, помощь близким. И, я думаю, очень большое количество душевных, действительно душевных качеств. По поводу хамства и наглости. Вы знаете, я здесь хотела бы не согласиться и поспорить, что, конечно, среди людей бывают разные люди, которым свойственна и наглость, и хамство. Но, вы знаете, я думаю, что не нужно подобляться таким людям. И если вам говорят какие-то неприятные вещи, не обязательно вступать в дискуссию, как-то хамить в ответ. Это, скорее, показатель слабости. Это надо признать. Не надо уподобляться наглости и хамства других людей. Вы можете какими-то другими аргументами убедить своего, так сказать, убедить другого человека, не пользуясь наглостью и хамством. Или просто не вступать ни в какие дискуссии с этим человеком, если вы видите, что это бесполезно. Это моё мнение. Вообще мы видим людей, которые с нами пытаются как-то себя не так вести. Ну и, наверное, нам просто, как сказать, не нужно уподобляться, не нужно вступать в дискуссию. Это не признак слабости. Это признак разума. Это признак ума. Ну и, конечно, я могу сказать, что другие национальности, другие нации, я не могу сказать, что они не обладают наглостью и хамством. Мы видим с вами очень много примеров, когда люди других национальностей, в общем, ведут себя не всегда прилично. Ну, это так мягко сказано. Но мы же не будем делать выводы о всей национальности, что она вся такая, правильно? Я считаю, что вот такие обобщения, они просто неуместны. У каждого народа есть свои достоинства и есть свои недостатки. И есть достойные люди, и есть недостойные люди. Но я могу сказать, изучая много историй, читая много историй, я всегда могу сказать, что, например, наши мужчины, мы, во-первых, ни на кого никогда не нападали. Мы никогда не были агрессорами по отношению к другим странам. Скорее, это было наоборот. И даже вот если мы вспоминаем историю 18-19-20 века, наш солдат, солдат-освободитель, был везде и освобождал многие нации. И был всегда великодушен, добр с мирным населением. Все прекрасно знали, что если придет русский солдат, то он не сделает ничего недостойного. И недаром 9 мая 1945 года в Берлине он и стоит, известный памятник русскому солдату. Хотя сейчас, конечно, многие памятники уничтожают, но тем не менее давайте не забывать, что именно русский солдат-освободитель освобождал многие страны в разные времена. И всегда был, вел себя достойно, великодушно. Но это моя точка зрения. Я не согласна с Алексеем Серебряковым. Почему он это сказал? Ну, во-первых, я думаю, что он уже является гражданином Канады. Он переехал жить в Канаду. Изменились условия, изменились, наверное, я могу только лишь предполагать, но изменились условия, изменилось, возможно, мировоззрение этого человека. Многое влияет на те или иные фразы и то или иное восприятие человека. Меняется страна, меняются условия, всё изменяется. И поэтому мы не можем, к сожалению, так сказать, как-то повлиять на его мировоззрение. Это взрослый человек, который уже прожил в своей жизни, что-то увидел. Но, тем не менее, у нас есть и своё мнение, которое мы тоже можем высказать, оспорить, если мы не согласны. В такой мирной, спокойной, достойной дискуссии. Я надеюсь, что вы разделите мою точку зрения. Вы можете оставлять комментарии, можете высказываться. Мы с вами можем в спокойной форме подискутировать, если вы того пожелаете. С вами была Анна Сми на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Сегодня 1 марта, начало календарной весны. Но, тем не менее, у нас в Санкт-Петербурге с утра было минус 19. Так что, мороз и солнце, день чудесный. Всем хорошего, доброго настроения. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok